Ну всё, ясно, ясно. А можно так? Утром в стулья, а днём деньги. Может. Но деньги вперёд! Деньги – продукт социальный. Поэтому первое, на что нужно смотреть, когда вам сложно говорить о деньгах, и вообще у вас какие-то проблемы с деньгами, то смотрите на вашу социум. В каком окружении вы родились и в каком окружении вы сейчас находитесь. Пойдём с вами от большого к малому. Если вы в другой стране, напишите в комментариях, в какой именно. Если какой-то страны будет очень много, я сделаю отдельное видео о том, какие есть в этой стране особенности по отношению к деньгам. Мы с вами, скорее всего, и из бывших стран СНГ. И, конечно же, мы переняли установки привычки, страхи, принципы на тему денег родительские, которые сформировались в СССР и 90-х. Давай поговорим. Давай поговорим. Ну, говори. Итак, в СССР было не принято говорить о деньгах, потому что если человек знает профессию, то, скорее всего, он приблизительно знает и доход этого человека. Были ставки, на предприятиях всё зависело от выработки. Профессор, например, зарабатывал приличные по тем меркам деньги. Или директора, например. Ты мне скажи, на какие заработки заместитель директора трикотажной фабрики отгрохал себе двухэтажный особняк. Семён Васильевич, это его дело. Нет, наше. Наши люди в булочную на такси не ездят. В основном зарабатывали немного, но, как говорят, на еду хватало. Если человек зарабатывал больше, чем ему нужно, клали в Сбербанк сберегательную книжку. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Предпринимательства, по сути, не было. Всё было государственное. Люди были достаточно сплочённые, по крайней мере, внешне. Почти каждый день ходили друг к другу в гости. И, соответственно, все видели, сколько человек зарабатывает. Каждый хотел как-то выпендриться, что у него есть что-то такое, чего нет у других. И это было социально одобряемо. О, огромено! Ой, да и я при таком фонтане боярином стану. Мы бояре-народ работятий. Такая уж наса боярская доля. Маловато будет. Вот это мой размерчик. Напомню, что в те времена всё было одинаковое. Или что попадётся. Например, нельзя было зайти в магазин, как сейчас, и выбрать из тысячи товаров какую-то кофточку. Было пальто одного покроя, значит, такое было у всех, скорее всего. Или брали, какое есть на данный момент, что, скорее всего, очень было похоже на то, что есть у всех. Кредитов не было, могли одолжить друг у друга, и это была распространённая практика, абсолютно нормальная. Тогда доверие друг к другу было больше, чем станет позже. То есть не было надобности говорить о деньгах, так как, в принципе, и так все знали, кто сколько зарабатывает. Или могли очень легко узнать. А если человек что-то выдумывает, как точить, то, скорее всего, он об этом не скажет, потому что, возможно, это незаконно. Далее у нас перестройка. 85-й и 91-й. Период 90-х. И 98-й. Дефолт. По сути, разрушение экономики, снижение дохода людей, приватизация государственной собственности в частные руки, либерализация цен, обесценивание сбережений граждан, то, что откладывали на ту сберегательную книжку, невыплаты заработной платы, пенсии и социальных пособий, конституционный кризис и многое другое. Стало больше предпринимателей. Точнее, стало возможным открывать кооперативы, стало возможным не для всех ездить за границу, откуда, конечно же, возили что-то, перепродавали, обменивали. Валютчики, конечно же, появились. И, естественно, это было нелегально. Можно было брать рассрочки, не кредиты. Был не очень большой процент. Полтора-два процента. Ну и черт с вами. Деньги ваши будут наши. Конечно, вместе с этим был высокий уровень бандитизма. О своих доходах стоило промолчать. Доносы были, рэкеты, естественно. Если у человека было что-то необычное, что-то дорогое, то, скорее всего, этот человек был бандитом. Или хотя бы им считался. О доходах старались не говорить. Чтоб ты жил на одну зарплату. Хочешь жить? Умей вертеться. Собственно, это и было актуально. А в 90-х еще более актуальным стало. Конечно, люди пользовались возможностями, пользовались моментом. Например, кооперативы могли покупать квартиры, магазины, квартиры другим людям, под видом родственников могли сдаваться. Если ты зарабатывал выше среднего, и это было видно, скорее всего, к такому человеку приходили бандиты. Фраза «нету денег» присутствовала у всех. Но по-разному. Кредиты. Благодаря кредитам, которые тогда появились, поднялись очень многие семьи и люди. Хотя мало кто считал, что написано мелким шрифтом. Тогда не было возможности, например, купить себе стул. Недвижимость тоже была в кредит, естественно. Пометка. Кредиты и были до этого. Но в СССР ты, в принципе, мог накопить достаточно денег. И надобности пользоваться именно кредитом, ну, как бы не было. И так не совсем привыкли. Более популярны были рассрочки. Они были похожи на современные ипотеки. Вась, слышь, деньги вот сюда прячь. Карманчик его пряшила. Чё вылупился? Иди отсюда давай. Извините, что помешал вам деньги прятать. Ну-ну, давай, ещё раз звони по всему посёлку. Трепло. Конечно, все люди живут по-разному в любое время. Я стараюсь обобщить, чтобы вы понимали, почему у вас, возможно, сложились такие установки связи, мифы, не мифы, почему они не актуальны, чтобы вы это понимали. По сути, это факты актуальны на те времена, хотя всегда можно поспорить. На данный момент у нас 23-й год, и у нас другие правила жизни. Всё сильно изменилось, а установки мыслей остались такие же. Напишите в комментариях, какие у вас есть установки. Давайте дополним вместе мой список. Если посмотреть в общем, по странам, сама тема личных финансов табуирована. В этой статье 2020 года приводятся результаты опросов, проведённых финансовыми компаниями. 34% пар, состоящих или не состоящих в браке, не умеют правильно говорить друг другу о финансах. Только 17% родителей с доходом выше 100 тысяч долларов в год сказали своим детям, сколько же они всё-таки зарабатывают. Было выяснено, что людям гораздо комфортнее говорить с друзьями о разногласиях в браке, психическом здоровье, зависимостях, сексе-политике, чем о деньгах. У нас статистика похуже. Почему вам может быть сложно, некомфортно говорить о деньгах? Каждый случай индивидуальный. Помимо установок, которые мы с вами обсудили, осветим также глобальные проблемы. Неуверенность в себе. Следствием может быть и скрывание своих доходов, и наоборот, показывать всем, что я богат, вот я такой классный, и при этом не иметь ничего. Это как компенсация. Туда же входит боязнь сказать работодателю, что я хочу больше денег, мне нужно больше. Туда же поставить цену за свои услуги, туда же купить дорогую вещь, потому что я её просто достоин, и туда же решить, что ну миллиона я точно не добьюсь, миллиона я точно не заработаю. И всё в таком же духе. Соответственно, при общении о деньгах вы сталкиваетесь со своей неуверенностью, поэтому становится как-то немножко дискомфортно, неприятно, и всё-таки хочется избежать эти неприятные ощущения, эту ситуацию. Также может становиться стыдно, человек не может отставить свои интересы, свои границы. Ещё может быть такое, что человек думает, что вот я скажу, что я зарабатываю так много, а мой собеседник расстроится, он же столько не зарабатывает. Таким образом, я чувствую его, могу ранить, это не очень хорошо. Страшно, осуждения боятся люди, оценки, других людей мы боимся. Это, конечно же, тоже входит в неуверенность в себе. Первое, что нужно осознать, что ваша ценность не отображается в деньгах. Можно таким большим шрифтом. Хорошо запомните эту фразу. Вот что у вас в голове, когда вы говорите с другими людьми о своих деньгах, ну или вообще о деньгах, или о своей профессии, например. Мы оцениваем себя, свои достижения, навыки, опыт работы, саму работу, качество. И если нам некомфортно говорить, скорее всего, мы не уверены в себе. Нам кажется, что как-то мы очень мало делаем, или наоборот, мы делаем слишком много, а другие делают меньше, и это тоже вызывает дискомфорт. Но, как правило, такие люди ошибаются. Когда ты говоришь, что ты, например, столер, то в головах людей вырисовывается картинка взрослого мужчины, который у себя в маленьком цеху работает и, скорее всего, еле выживает. Но эта картинка, конечно же, неверная, и таких надумываний встречается очень много, так как столер столеру рознь, как и в другие профессии. Есть и представители низких заработков, и очень высоких. Вина. Я так мало зарабатываю, а вот мои родственники все уже миллионеры. Или наоборот. Я так много зарабатываю по меркам моих родственников, а мои родственники еле хлеб покупают. Боитесь попасть в конфликт. Например, если ваши родственники думают, что вы им должны, а вы так не считаете, у вас будет создаваться конфликт, которого вы логично будете избегать. Деловой протокол, этикет создан для того, чтобы сглаживать углы, не допускать конфликтов, при этом не нарушать ни свои границы, ни границы чужих людей. Отдельно за него стоит сказать, что, например, в small talk, естественно, ты не будешь говорить о деньгах. А на переговорах, в бизнес-общениях, на встречах, мероприятиях, конференциях в таких случаях нужно уметь себя правильно подать и все-таки говорить о деньгах, ну, как бы особым образом. Тут не будет идти речь, что вам как-то сложно, неуютно говорить о деньгах. Это другая тема. Если вам интересен финансовый этикет, если можно так назвать, пишите в комментариях. Если будет много интересующих, сделаю отдельное видео. Сначала нужно понять, что такое здоровое отношение к деньгам. Если нет финансового стресса и переживаний, это ключевое, ради чего я создала канал, вы можете спокойно удовлетворять свои потребности, у вас нету с этим проблем, если что-то вам нужно, вы ищите варианты, способы, как это сделать, найти и реализовать без лишнего стресса. Есть сбережения на чрезвычайной ситуации и есть сбережения на ваши конкретные цели. Есть какой-то план действий. Как правило, или нет у вас кредитов, или очень качественно продуманы все действия с кредитом. Вот, все так просто. Но у большей части планеты проблемы с этими пунктами, потому что баланс и стабильность в финансах – это полное отображение баланса внутреннего в первую очередь. Поэтому сначала работаем над собой, а как следствие будет корректироваться ваша финансовая сфера. Деньги – это социальный инструмент, пользоваться которым вы сможете качественно, тогда, когда у вас будут навыки применения своей деятельности и своих навыков взаимодействия с обществом или его элементами. Деньги – это средство обмена и не более. Если вы что-то сделали, вы взамен должны что-то получить. Вы можете делиться своим временем, своим трудом, навыками, своими когнитивными способностями, своими деньгами в том числе. Взамен получая что-то из вышеперечисленного. Чем более у вас опыта, чем больше уверенности, чем больше у вас знаний, насмотренности, тем больше вы можете поделиться. Деньги могут быть оценкой вашей деятельности, но деньги не есть оценка ваших возможностей, ваших характеристик и ваших способностей, вашего характера. Да, ваш характер и ваше представление о мире влияют на то, как вы зарабатываете, но не на то, плохой вы человек или хороший, хороший вы супруг или супруга, хорошая ли вы дочь, сын и так далее. Деньги касаются денежных отношений. Их стоит отделять от других сфер. Когда стоит говорить о деньгах? Когда появляется проблема, связанная с деньгами. Потребность в деньгах, например. Когда деньги нужно делить, планировать вместе? Большая часть проблем, страхов, переживаний на тему финансов убирается просто изучением этой темы. Как только ты начинаешь изучать ее, то понимаешь, что все намного проще. Как говорить с родными или родственниками? Если сравнивать студентов богатых семей и студентов бедных семей, то у богатых очень часто будет обсуждаться способ заработка. Точнее, они активно беседуют о способах заработка. Какой инструмент новый узнали? Как и куда его применить? Какой опыт был, делятся знаниями из этой сферы? Спрашивают друг у друга то, что им интересно. И то, чего они не знают. Конечно, это между собой, это внутри своего социума, своей группы людей. Но ребенок копирует родителей. Факт остается фактом. У семьи есть привычка искать способы заработка. Если у вас есть такая привычка открыто делиться своими достижениями и неудачами, новыми открытиями, вместе штурмовать интересные темы и не только финансовые, то, думаю, у вас даже нет проблем с деньгами. Или они легко решаемы. Если таких отношений нет, доверительных, то, скорее всего, нужно смотреть индивидуально каждую семью. Поэтому тут вам никто особо со стороны не поможет. Первое, на что, как правило, обращаешь внимание, это внутренний конфликт человека. Вам важно делать так, как вы чувствуете, чтобы вам было комфортно. Если вы понимаете, что с вас требуют деньги родные, что они на вас обижаются за то, что вы зарабатываете, то есть завидуют, любая нездоровая позиция вредит отношениям. Поэтому в таком случае не стоит общаться о деньгах или опускать как-то эту тему. Если вам интересно узнать совет, мнение, интересно чем-то поделиться, то делитесь, но опускайте момент денег. А так, помимо денег, тем колоссальное количество. С чего начать разговор? О ценностях, об истории, о мечтах. Из любой этой темы можно выйти на любой вопрос. Как говорить с друзьями? Друг другу рознь. Как правило, если человек открыто, спокойно, уверенно говорить с вами на остальные темы, скорее всего, у него нету проблем говорить с вами о деньгах. Конечно же, если у вас уже есть определенный уровень доверия. По крайней мере, в нынешнее время. В дружбе, как и с родственниками, важно уметь отставить свои границы. Не смешивать бизнес и деньги с близким душевным общением. Это абсолютно разные сферы. Если вы переходите в финансовую сферу, то и договаривайтесь не как родные, а как деловые партнеры с сопутствующими документами и договоренностями, как говорят на берегу. Если вы подружески одалживаете, это, конечно, неплохо. Но на данный момент не ваш лучший друг, не вы сами. Вы не можете знать, что будет в следующем году с вами, с вашей семьей, с вашим бизнесом. И дело может быть не в том, насколько вы плохой друг или у вас плохой друг, или вообще, что кто-то плохой. А просто у вашего друга или у вас не будет возможности отдавать деньги. И вы оба должны быть хоть как-то застрахованы. Если в СССР, в принципе, знали, что будет зарплата, не сомневались в этом, то на данный момент времени такой уверенности и стабильности, ну скажем, значительно меньше. Даже у самых крупных компаний. Хотя они, конечно же, стабильнее, чем многие другие. Отделяйте любые финансовые отношения от других и фиксируйте их и возможные риски в документах. Одно действие могло бы сохранить очень многие дружественные тандемы. Помните, деньги не оценивают личность. Деньги в обществе также отображают власть. И вы, хвастаясь своей профессией или деньгами, будете показывать свое превосходство, по крайней мере, как вам будет казаться. Но если вы уже хвастаетесь, то, скорее всего, в какой-то из ваших важных сфер есть дисбаланс. Нормально, когда вы не скрываете свою деятельность, вы говорите открыто о своих действиях, можете говорить и о своих победах, и о своих ошибках, и о деньгах. То есть это не вызывает каких-то неприятных ощущений. Это говорит о вашей уверенности в себе, в вашем балансе. И если посмотреть со стороны на двух таких людей, может показаться, что они хвастаются. У меня яхта, у меня Бентли, а я на отдых съездил и так далее. И важно увидеть вот этот контекст. Там может не быть хвастовства, и никто ничем не меряется. Это состояние из разряда «я классный, и ты классный, и мы оба от себя и от друг друга кайфуем». И такие отношения как с собой, так и с другим человеком очень крепкие. Как мне кажется, сейчас люди имеют более равные отношения, по крайней мере, по моему опыту. Если передо мной будет мусорщик или уважаемый акционер, то отношение у меня к нему будет одинаково позитивным. Единственное, конечно, если у меня будет вопрос, касающийся, например, денег или какого-то заработка, то, конечно же, я обращусь ко второму. Сейчас уже перестают встречать по одежке, не везде, но есть такая тенденция, конечно, еще до сих пор. Как ты одет, что ты носишь, это скорее для вас, а не для окружающих. С чего начать разговор? Можно начать разговор о теме недвижимости, потом перейти на экономику, способы экономии, бюджета и начать говорить о ценности денег. Вы вполне можете спросить, сколько стоит твоя аренда, как дорого содержать дом, например. Спокойно спрашивайте и смотрите, как реагирует человек. И не стоит начинать именно вот прям с личных вопросов. Спрашивайте совета, мнения и не бойтесь. Если человеку задавать вопросы о деньгах в лоб, конечно же, он, скорее всего, примет оборонную позицию. Если спрашивать в контексте разговора, ему будет понятно, почему вы интересуетесь, для чего, а не просто потому, что вы лезете в его личную жизнь. Немного о неравенстве в дружбе. Если, например, вы в кафе, и вы видите, что вашему другу как-то стало неудобно, когда принесли счет, у него нет денег, сделайте ему приятное, заплатите за него. Но в следующий раз учитывайте и его возможности. Об этом вполне спокойно можно говорить. Давай пойдем сюда. Хочешь? Ну, как-то вы же все-таки договариваетесь, куда ходить. Хорошо время можно провести на любую сумму денег, а даже без них. Цель дружбы — создать воспоминания, совместный опыт, помогать друг другу. Если вы или другие люди выходите за эти рамки, разделяйте дружбу и финансы, и защищайте свои рамки. Если человек так же ответственен, как и вы, он вас поймет. А кто не поймет, может как раз на вашем примере и научиться. Почему мы не говорим с партнером? Эта тема табуирована. В отношениях она 100% не должна быть табу. Переживаем, что будет конфликт. Конфликт нужно уметь решать вам обоим. Не нужно бояться споров вам всю жизнь проживать. Мне приоритет сейчас очень много дел. Связано это с игнорированием своих проблем. Поэтому не стоит затягивать. Она наивно предполагает, что всё будет хорошо. То же самое это и игнорирование своих проблем. Необходимо смотреть на ситуацию с точки зрения взрослого человека. Страшно. Страх проходит после первого общения или небольшой стычки. В любом случае первый шаг самый сложный. Знаете, сколько пар разводятся по причине финансовых неурядиц? В разных странах варьируется, но от всех разведённых от 54% до 70% разводов из-за финансов или на фоне финансового стресса. А ещё знаете, какие пары чаще всего становятся миллионерами? Те, кто в случае финансового стресса друг друга поддерживают и идут к цели вместе. В интимных отношениях финансовая тема очень щепетильна. Но только до первого общения. Самое важное в любой семье – это их личное неповторимое счастье, комфорт и в обычной сфере, и финансовой. Цель именно вот эта, не что-то другое. Знаете, чего хотите и умейте отстоять свою территорию. Подумайте, какие ценности важны именно для меня. Что такое для меня деньги? Ведь это всё равно, да, это средство обмена, но это всё равно определённые силы. Что такое для вас? Это тревога, это свобода, это расслабление, это ответственность. Чего вы хотите от жизни вообще? То же самое стоит спросить у партнёра. Для этого мы отделяем интимные отношения от финансовых. Самая лучшая позиция – мы друг друга любим, у нас всё хорошо, и нам стоит решить вот этот вопрос. Лучше начинать с чего-то позитивного, помечтать вместе и постепенно выходить из мечты в какой-то план действий, финансовый в том числе. Хотя проще сказать, чем сделать. Можно обсудить экономику, задуматься от пенсии, вариантов очень много. Ну и может быть такое, что женщина боится поднимать тему финансов, а мужчина на самом деле не против, и женщина просто зря боится. Самый идеальный вариант, когда оба готовы открыто говорить о деньгах. Когда люди понимают необходимость договариваться ещё до замужества о деньгах. О обязанностях, планах, в идеале даже без обид подписывается брачный договор. Как правило, это происходит тогда, когда обе стороны финансово самодостаточны, у них нету сложных каких-то травм и страхов, связанных с деньгами. Или смотрят на жизнь с позиции взрослого человека, который готов брать на себя ответственность. Если же вы оба или один из вас имеете негативный опыт, испытываете стресс на эту тему, на тему денег, тогда или лучше, чтобы вы или ваш спутник, или вы вместе поняли, ощутили этот дисбаланс, и всё-таки лучше работать со специалистом в таком случае над решением вопросов. Отношение с деньгами — это отображение внутреннего состояния. Если мужчина взрывается, когда начинает разговаривать о деньгах, с большей вероятностью он не уверен в себе по каким-то личным причинам. И далеко не всегда жена должна заменять психолога. Чаще у нас в Украине встречается, когда оба в процессе становления, создания своих денег. И, собственно, в процессе становления люди расходятся, да, то есть очень часто женщина зарабатывает, мужчина зарабатывает или наоборот. Почему? Нету договорённостей, нету ясности, повышенный финансовый стресс, который, в принципе, есть всю нашу жизнь. Очень много надумываний, как и мужчина надумывает, так и женщина. Я дам вам ссылку на список вопросов о финансах, которые точно стоит обсудить до замужества или если вы уже замужем. Если вы найдёте компромисс в этих вопросах, вы снизите шанс своего развода или неприятных конфликтов. Точно так же, как и мужчина, если он понимает, что женщина неадекватно реагирует на тему денег. Вы говорите о сексе? Самая интимная тема. Если нет, то нужно говорить. Если да, то эта тема не более сложная, чем тема финансов. Даже не менее интересная. Очень важно выбрать правильный момент. Не спешите принимать большие, серьёзные решения о крупных покупках, например. Лучше, когда вы в спокойном состоянии, в ресурсе и сможете конструктивно поговорить. И так же с разговорами. Если вы понимаете, что у вас не находится какой-то период подходящего времени, попробуйте запланировать вместе с вашим партнёром полчаса времени или час общения именно о финансах. Подходит такое не всем, но... Если прям совсем сложно идёт, обговаривайте хотя бы по одной теме за один разговор. Должен быть баланс. У вас должны быть приятные моменты, сюрпризы, чтобы ваш душевный контакт был только крепче. То есть, если вы поругались недавно и вдруг решили поговорить о финансах, ну, вы точно ещё больше поругаетесь. А если вы понимаете, что у вас всё хорошо, и в отношениях всё хорошо, все-все довольны, есть какие-то нюансы, можно на этой волне прекрасной решить какие-то свои вопросы. Вы, скорее всего, столкнётесь с диссонансом. Вы разные люди, это хорошо. Когда вы обсуждаете деньги, обсуждайте именно тему денег, как заработать, как и куда потратить, как установить связь между вашим и его бюджетом. Эти вопросы самое главное. А какие-то личные неприязни или что-то ещё — это отдельная тема. Остальное — это могут быть какие-то вспомогательные моменты. Важный момент. Учаясь у других людей, смотрите, насколько действенный для вас, вашей пары, совет. Проверяйте, думайте. Не доверяйте просто так, всем подряд, мне включительно. Например, советы Тони Робинсона или Уоррена Баффета могут даже помешать. Поэтому, слушая, фильтруйте через свой опыт, свои мысли, обсуждайте, что стоит применять, поменять, а что нет. Вы все уникальные люди, уникальная пара, уникальная комбинация, которая такая же уникальная комбинация, для достижения своего успеха. Успех для нас всех очень разный. Как говорить о деньгах с незнакомцами? Да, нужно эту тему вытаскивать из статуса табу, но с незнакомцами или малознакомыми людьми ей стоит остаться, конечно же, за кулисами, элементарно думая о своей безопасности. Я знаю, как тепло могут относиться блогеры к своим подписчикам. Люди в тебе заинтересованы, значит, ты открываешься, ты становишься более заинтересованным рассказать о себе больше и больше. Ты открыта в общении. Это даже само собой происходит. Но любой контент смотрят люди разные, с разными своими ситуациями в жизни, историями, опытом, сложностями, проблемами и так далее. Из-за этого лучше о своих финансах молчать или говорить как-то частично. Оставьте поле для фантазии людям. Есть ведь такие жители в фантазиях, которым очень скучно. Они за вас все подсчитают, все придумают. У них на это есть время. Мне очень интересно, понравилась ли вам тема и такой формат. Задавайте мне вопросы, какие у вас есть проблемы, с чем вам сложно, что вам интересно. Я с удовольствием прочитаю каждый комментарий и отвечу каждому. Спасибо за просмотр. Меньше стресса вам и больше денег. Увидимся. Всего, конечно, наоборот. Например, вы приходите в следующий раз. Кто мог подумать, что записи видео могут мешать попугаю?